Цифровая жизнь, она жизнь бессмертных. И способ перейти в эту жизнь есть только через создание вот такого аватара. Чем он ближе будет ко мне, тем дольше будет вот этот слепок с меня. Ну как посмертная маска, но только это живая. Соотношение между словами сознание, интеллект, разум, психика, она вот такое. То есть психика – это более общее, чем сознание. То есть это вот та операционная система вместе с моделью мира. Она это, собственно, и регулирует. Она и есть регулятор. Модель мира – это тот мир, в котором мы живем. Его текущее состояние – это и есть наше сознание. И самосознание – это часть вот этой модели мира, которая касается наиболее предсказуемой части этой модели, поскольку мы себя распознаем в этом мире как то, что мы можем предсказать нам почти наверняка. Что такое искусственная психика? Как мы можем дать определение таким терминам, как сознание, мышление, разум, интеллект и свобода воли? Можем ли мы построить искусственную личность, в которой все это будет? Об этом в сегодняшнем выпуске подкаста «Наосфера». Друзья, здравствуйте! Рад приветствовать вас в новом выпуске подкаста «Наосфера». И сегодня продолжим нашу большую тему, тему, связанную с искусственным интеллектом, с сознанием, с робототехникой, со свободой воли. В общем, со всем вот этим конгломератом исследований. И сегодня у нас новый, потрясающий гость Сергей Шумский. Сергей, добрый день! Добрый день, здравствуйте всем! Если можно, в двух словах расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь, ну, чтобы у наших зрителей была какая-то картинка. Ну, я занимаюсь, если двумя словами, то искусственным интеллектом как способом понять, что есть разум, что есть мы, потому что я, ну, вслед за Фейнманом считаю, что если мы не можем что-то построить, значит, мы этого не понимаем. Поэтому я рассматриваю искусственный интеллект, направление, как такая прикладная философия. Понять, как устроен разум, можно лишь построив какую-то модель этого разума, которая тоже является разумом. Вот. Ну, в данный момент я работаю, у меня лаборатория на физтехе. До этого у меня были компании, я был руководителем компаний айтишных, которые тоже занимались таким датамайнингом и языком. Вот. А потом мысли об устройстве человеческого языка привели меня вот к тому, что, видимо, язык может стать ключом к пониманию человеческого разума, а устройство языка, оно явно имеет такую структуру, которую, собственно, лингвисты изучают на все вот эти деревья, символьная организация мышления. Вот. И я для себя выдвинул гипотезу, что, видимо, язык – это просто некоторая часть, занимает некоторую часть кары головного мозга, но те законы, которые управляют и проявляют себя в языке, они же должны себя проявлять, в общем-то, и в целом в организации человеческого поведения, то есть психике. Вот. И поэтому вот мы сейчас развиваем именно это направление, то есть мы делаем действующий макет, ну, действующий прототип искусственной психики под названием АДАМ, где вот эти вот мысли, они нашли свое воплощение, где построена именно символьная модель мышления, в отличие от нейросетевой, где основные операции, они такие векторные и аналоговые. Вот. Здесь мы поднялись на, поднимаемся несколько, на более высокую ступень абстракции, то есть мы работаем как бы не с абстракциями нейронов, которые, конечно же, в мозгу организовывают наше поведение, но на более высоком уровне в мозгу организовано все-таки символьное мышление. И вот мы, оставаясь на этом более высоком уровне, строим архитектуру, иерархического символьного мышления, где основная мысль такая, что это есть иерархия языков, каждый на своем, то есть язык выучивает иерархию таких как бы формальных языков, то есть это такие символьные грамматики, которые через семантику связаны друг с другом, и каждый новый этаж это более абстрактный язык, который работает с более абстрактными понятиями, и чем больше таких этажей, тем сильнее интеллект. Ну и вот у нас есть такая модель, ну вот в данный момент мы учим, например, ее языку, и она уже начинает потихонечку говорить, да, то есть можно сказать, что основная идея у нас есть уже так, proof of concept. Вот сейчас не вспомню, кому из великих, кажется, Вингенштейну принадлежит фраза «Границы твоего мира определяются границами твоего языка». Да. Мне кажется, вы примерно про это сейчас говорите. Ну да, да, то есть все наше мышление это есть вот эта вот иерархия ментальных языков, ментальных понятий и связей между ними, соответственно, у кого более глубокая и более обширная вот палитра таких, ну, словарь таких понятий, тот, ну, и обладает большей сложностью мышления, скажем так. И мы ведь здесь говорим не только про естественный, наверное, язык, да, но и про, например, символический, еще про какие-то. Да, но нам интересен именно естественный. Почему? Потому что, ну, в принципе, так, наша вот долгоиграющая программа это сделать операционку для роботов, то есть это как основа не вот человека-машинной цивилизации, но операционка для роботов, она прежде всего должна уметь говорить с человеком на естественном языке, поэтому, если там, если искусственная психика не может, как бы ее нельзя научить языку, значит, она имеет какой-то дефект в себе, если можно, значит, с этого, собственно, и надо начинать, скорее всего. Ну, так, собственно, и развивается искусственный интеллект сейчас, это же вот последний год произошла революция, которую, в общем, ну, кто-то ждал, а для кого-то была неожиданная, но вот она произошла именно в области языка, да, то есть реально нейросети научились говорить и рассуждать, и там сейчас прогресс идет просто не по дням, а по часам, вот, и это опять же свидетельствует о том, что язык играет громадную роль, потому что ведь нейросети эти их обучали решать очень простую функцию, предсказать следующее слово, но оказалось, что эта простая задача, она за собой тащит целый состав следствий, ну, то есть вы не можете угадать слово, когда вы разговариваете о физике элементарных частиц, если вы не понимаете физику элементарных частиц, то есть вот все лучшее и лучшее качество предсказания следующего слова, оно подразумевает под собой в конце концов понимание того, о чем ты говоришь, то есть построение внутренней модели той области, которой ты говоришь, и вот эти вот гигантские модели, которые сейчас в центре внимания, это модели, которые имеют сверхчеловеческие знания, поскольку они обучены на всем массиве человеческих знаний, ну, практически, и ни один человек, собственно, не обладает такими знаниями, в этом смысле это очень интересный объект, фактически, это там первый объект такого вот, нельзя назвать его нечеловеческим, потому что это все равно человеческие знания, но способность оперировать этим знанием, она сверхчеловеческая, хотя в чем-то, естественно, она не дотягивает, поскольку все-таки это не есть операционная система, это есть просто одна из функций операционной системы. Мне кажется, что вот после этого оптимизм в сообществе, он сейчас настолько возрос, то есть люди сократили свое внутреннее ожидание появления сильного так называемого искусственного интеллекта с нескольких там десятков лет до нескольких лет, то есть некоторые называют там вообще пару лет. Вот, поэтому мы находимся в очень интересном месте истории. А вот смотрите, да, как я понимаю, вы пытаетесь построить сильный искусственный интеллект, причем сделать это моделируя то, как работает мозг, ну, то есть, грубо говоря, посмотреть, как у нас там все устроено, вот тут мозжечок, тут неокортекс, вот они так-то обмениваются, но ведь есть же гипотеза о том, что это наверняка не единственная возможная архитектура, в которой может мышление возникнуть, ну, и может быть прорыв-то как раз должен быть в том, чтобы не моделировать мозг, ну, как, знаете, когда вот летательные аппараты пытались строить, да, очень долго пытались научить машину махать крыльями, да, потом поняли, что можно не махать, да, можно сделать самолет, и он как бы летает, ну, как минимум там не хуже, да, почему именно вы отталкиваетесь от мозга как от прототипа? Ну, мы стараемся как раз не махать, да, то есть мы просто взяли самые общие, ну, так же, как гидродинамика, она более общая, чем махание крыльев, вот, мы взяли архитектуру, то есть то, что есть иерархия, и то, что каждый уровень иерархии в некотором смысле самоподобие, это есть просто принцип экономии, если вы сумели организовать один уровень иерархии и сумели найти интерфейс между уровнями, то дальше вы имеете бесконечное количество уровней иерархии, то есть это есть такой логический естественный способ порождения бесконечного, ну, разума бесконечной силы, ну, так же, как бесконечное количество натуральных чисел, вы всегда можете прибавить еще единичку, так и у нас, вы всегда можете над существующей N уровнями иерархии построить интерфейс и усилить мышление, поэтому это такой, просто этот общий принцип мы поглядели у мозга, потому что мозгу, ну, как известно, все части неокортекса, то есть неокортекс везде устроен одинаково, разные области неокортекса занимают, кодируют разные знания, но вот это самоподобие, оно позволило человеку, как виду, очень быстро выделиться из царства животных просто за счет удвоения площади кары, то есть, видимо, это вот рост мозга осуществлялся через серию таких вот удвоений, то есть, не надо было ничего изобретать, надо было просто лишний раз клеткам поделиться в нужный момент, вместо двух делений сделать три деления, ну, на стадии эльберогенеза и там увеличить в полтора раз площадь кары, а если там не три, а четыре деления, то есть, это достаточно простой путь был для мозга вырасти и приобрести какие-то новые возможности, и в искусственном интеллекте это тоже естественный путь, мы можем ничего не изобретая, просто добавляя компьютерных мощностей, добавляя лишние уровни иерархии, усиливать вот этот вот искусственный интеллект. Мы с вами сейчас в такой вот предметной области находимся, где много понятий, каждый из которых весьма трудно определить, вот давайте, может быть, немножко попробуем про это поговорить, потому что есть понятие, например, интеллект, ну, наверное, он же разум, есть понятие, вот вы сейчас активно используете психика, вот, есть еще понятие сознание, самосознание, ну, и дальше там целый сон, да, этих понятий, как вот вы их для себя определяете, вот, что такое, ну, давайте начнем с интеллекта, да, вот интеллект или разум, это что? ну, опять, есть, есть множество, мне просто ближе, я, как бы, считаю, что вот игра в определение, она такая, значит, она интересная, но не очень продуктивная, но понятно, что внутри себя мы должны понимать, да, что это такое, вот, я, у меня физическое образование, и мне проще всего подойти вот со стороны физики, и я рассматриваю интеллект как свойство, имманентное свойство сложных, саморганизующихся систем, которые, ну, адаптивных систем, да, то есть системы, которые могут поддерживать свою идентичность, ну, несмотря ни на какие флуктуации из-за нее, то есть, вот здесь, здесь основное свойство для таких систем, основной термин это регулятор, да, то есть вот, то, что отличает, там, живую материю, даже так, мыслящую материю от немыслящей, это понятие регулятор, вот, то есть мы хотим, мы как живые существа, но мы хотим, мы постоянно боремся против энтропии, да, мы живем в неравновесной, мы это неравновесное образование, вот, и для того, чтобы бороться с энтропией, нам нужен, собственно, вот этот вот интеллект, нам надо координировать свое поведение с внешним миром. Есть теорема Конан-Тэшбе 70-го года, где просто доказано, она, кстати, коротенькая, там, три странички, что хороший регулятор должен быть моделью той системы, которую регулируют, и вот это вот есть родовое, родовая черта интеллекта, да, интеллект – это модель мира, да, то есть, вернее так, это регулятор, который внутри себя имеет модель мира, и эта модель мира позволяет, собственно, нам, ну, вот это, интеллектуальному агенту, вот уже появляется слово агент, да, это тот, кто использует интеллект для своей регуляции, позволяет агенту синхронизировать свое поведение с внешним миром так, бесшумно, так, чтобы вот он вписывался в внешний мир и вел себя разумно, вот отсюда, собственно, разные идеи, да, а разумно – это значит, что он вовремя бы предотвращал все угрозы, которые возникают из внешнего мира, причем, чем более проактивное такое значит, поведение, тем, чем более заблаговременно мы можем предотвращать, угадывать угрозы, предотвращать их, тем, собственно, мы умнее и интеллектуальнее, вот, и это есть, что нам позволяет это делать? Это модель, модель вот этого мира и состояние этой модели, это и есть сознание, то есть, вот текущее состояние модели мира – это сознание, а модель, модель – это вот, собственно, то, что, как мы видим, вот все, что мы вокруг себя видим – это же не реальный мир, это та модель, которая внутри мозга, то есть, вот есть мозг, это есть, у него есть некая операционная система, то есть, он есть компьютер, который внутри себя создал программу виртуальной реальности, и это программная виртуальность, это тот мир, в котором мы живем, со всеми сущностями, которые мы себе придумали в виде, там, мирового империализма или там, или еще чего-нибудь, то есть, тут это не только физический мир, это, естественно, и моральный мир, и социальный мир, это мир, который нам доступен, и это есть часть психики, то есть, есть невидимая часть психики, та самая операционная система, которая обеспечивает работу вот этой программы, есть видимая часть психики, это сознание, это вот эта вот программа, ее текущее состояние это вот то, что мы сейчас ощущаем, вот, включая, ну, поскольку модель системы, которую мы регулируем, включает и нас самих, да, то есть, мы и свое поведение, мы же через свое поведение влияем на мир, то в этой модели мира есть и мы тоже, которая, это некая, это есть, с одной стороны, та точка, с которой мы смотрим, да, а с другой стороны, мы внутри себя строим внутреннюю модель себя, где мы очень хорошие, смелые, там, какие-нибудь, умные, конечно же, потому что больше половины, 90% людей считают себя умнее, чем в среднем, что математически невозможно, вот, но, то есть, эти модели себя, они заведомо неадекватны, но, как бы, они помогают нам чувствовать себя хорошо, вот, то есть, вот, соотношение между словами сознания, интеллект, разум, психика, она вот такое, то есть, психика, это, значит, более общее, чем сознание, то есть, это вот та операционная система вместе с моделью мира, она, собственно, и регулирует, она и есть регулятор, модель мира, это тот мир, в котором мы живем, его текущее состояние, это и есть наше сознание, ну, то есть, это вот, и самосознание, это часть вот этого вот модели мира, которая касается, наиболее предсказуемой, так сказать, части этой модели, поскольку мы себя распознаем в этом мире, как то, что мы можем предсказать нам почти наверняка, если я двину руку, я знаю, что это моя рука, почему? Потому что я ее могу двинуть, а вот вашей рукой я не могу двинуть, поэтому я чувствую, что я не могу предсказать ее поведение, вот отсюда вот возникает чувство самости. Обожаю общаться с технарями, потому что вот если ровно тот же самый вопрос задать психологам или философам, да, то там был бы, конечно, совсем другой по степени строгости ответ, вот, а здесь прямо получается такая очень ясная, очень, на самом деле, мне тоже близкая картина. Единственное, что кажется, потерялся термин «внимание». Да, это, собственно, это текущее состояние сознания, ну, там вот, то, что та часть модели мира, на основании которой мы принимаем текущее решение, то есть там есть части модели мира, которые, ну, явно присутствуют, но сейчас не участвуют в принятии решений, и есть та часть модели мира, которая будет наибольшим образом влиять на мои ближайшие решения, то есть определяет, собственно, мое следующее состояние. Вот, то, что вы говорите, очень похоже на то, что говорит Йоши Бах, есть такой исследователь искусственного интеллекта. Я с ним очень во многом согласен. Да, вот кажется, что прям очень-очень. Приклятящий мыслитель, да, я согласен. Очень близко, он вообще говорит, что, ну, как бы личность, да, это некий виртуальный агент, который постоянно воспроизводится на биологическом носителе, который вообще является обезьяной. Ну, как-то он там помягче это все формулирует, да, но тем не менее. И он вообще говорит о том, что интеллект и в конечном итоге сознание тоже это, в принципе, вычислительная история. Да, и, видимо, то, что вы называете регулятором, у него примерно то же самое называется вычислителем или компьютером. Да, 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 то есть это особый тип программы, да, то есть есть программы, ну, разные, разные классы программ, а регулятор – это один из классов программ, собственно, именно он связан с психикой и с разумом. То есть то, что отличает, ну, дочь, например, он как бы, или Вольфрам, скажем, да, они всю Вселенную рассматривают как вычислитель. Вот, и это тоже нормальная точка зрения, но просто чтобы различить мыслящую часть Вселенной от немыслящей, это вот это тип программ, которые, тип вычислитель, тип вычислений, которые их различают. То есть живая природа – это та часть природы, которая научилась учиться. Ну, интеллектуал, и интеллект тоже связан именно с обучением, потому что потому что вот вот эта модель, внутренняя модель мира, она же не закладывается каким-то программистам, она выучивается в процессе вот этого самого взаимодействия с миром. То есть способность к обучению – это тоже есть родовая черта интеллекта, такая же родовая черта. Ну, Йоша Баха определяет интеллект как способность создавать модели, точка. Вот, ну, значит, вот эта способность создавать модели, она естественным образом возникает в системах, которые являются регуляторами. Да, и осознание он определяет как наполнение внимания, если я не ошибаюсь, содержание внимания. Да, содержание нашего внимания – это есть состояние нашего осознания, да. Но вот то, что в этом взгляде… Попомните фильм «Матрица», да, там как бы вот герои, да, они являются персонажами в некоторой «Матрице». Так вот, вот тот взгляд, о котором я рассказал, он как бы немножко шире. Дело в том, что сама это… Мы – это не просто персонаж «Матрица», мы – это «Матрица». весь тот вся та модель мира, это есть часть нашей психики, которая сознательная часть психики, где персонаж сам, то, что я с большой буквы философа называют, это есть только лишь часть этой картинки, которая более-менее прорисована у разных… Значит, у зверюшек в меньшей степени, у людей в большей степени, там, это все зависит от умения человека рефлексировать, вот, и тех, кто много рефлексирует, у них эта вот часть, она проработана, более проработана, те, кто вообще не рефлексирует, у них она достаточно примитивна. То есть, получается, что вот как бы железо вот этой матрицы, да, это и есть наше тело, да, наш биологический субстрат. Железо – это есть мозг, то есть, это… Миронная. Да, в этом подходе тело есть часть мира, ну, наиболее близкая к нам часть мира, но, в принципе, вот мозг, он все-таки настолько сильно отделен от тела, что, ну, нужен специальный чехол, да, вот гематоэнцефологический барьер, который разделяет тело и центральную нервную систему, потому что, если его нарушить, то просто организм восприняет мозг как некое инородное тело и просит туда, значит, примется с ним бороться с помощью своей иммунной системы. Настолько вот эта вот мозговая ткань различается от соматической. И в этом смысле вот тот компьютер это есть мозг, центральная нервная система более. Вот, тело это есть уже часть мира, но настолько близкая часть мира, которая, собственно, неотделима от нас. Мы проросшие, там все вот наше тело проросло нервами, как грибница. Но, в принципе, человек, ну, скажем, есть же понятие, там, расширенное тело, да, ну, гонщик, например, да, он воспринимает там машину, как, можно сказать, часть своего тела, или там летчик. Вот, то есть, то, чем мы можем, не задумываясь, управлять, это фактически становится частью нашего тела. И мы упомянули с вами термин агент, да, который, собственно, и начинает отличать, как я понимаю, да, сильный искусственный интеллект от просто интеллекта. Да, агент – это и есть существо, обладающее свободой воли. То есть, вот, именно агента не надо программировать, да, агент, у него есть собственные интенции, и он все свое поведение определяет, исходя из собственных интенций, вложенных в него. И это есть как раз та функция, которую мы регулируем, это цель регулятора, поддерживать некоторую функцию, ну, значит, в некоторых пределах. в случае биологической системы это гомеостаз, у нас есть набор некоторых параметров внутренних среды, которые мы, некоторые из них очень в узких пределах должны колебаться, там, глюкоза, ну, глюкоза, она может подскакивать, ну, скажем, там, ПАЖ, там, крови, там, насыщение кислородом, насыщение СО2, ну, короче, множество факторов, которые температура, там, тело, это вот все те параметры, которые мозг, да, ну, вот, регулятор должен поддерживать в очень узких границах. Как только мы начинаем из этих границ отходить, мы испытываем неприятные впечатления, и мы минимизируем вот эти вот неприятности, причем не только в данный момент, но и будущие неприятности. И фактически это можно, если математически определить, и как сейчас строят модели интеллекта, это так называемый reinforcement learning, обучение с подкреплением. Она математически определяется так, что есть агент, который взаимодействует со средой, и у него есть, ну, то, что Анохин, Петр Кузьмич называл акцептор результата действия, то есть понимание того, когда он достигает каких-то внутренних своих зашитых в него целей. Вот как только у него есть вот этот акцептор результата действия, то это определяет уже агент, потому что дальше он ведет себя таким образом, чтобы минимизировать акцептор результат действия некоторое число положительное и отрицательное награда либо наказание, соответственно. Так вот, чтобы максимизировать награды, она как можно проецирует себя в будущее. Вот максимизация всех суммы будущих наград. Вот это вот есть та функция, которую агент разумный. Собственно, максимизация этой функции состоит функция интеллекта как регулятор. У нас это реализовано как допаминовая система в базальных ганглях. В искусственном интеллекте мы это реализуем просто впрямую, как некоторый сигнал, который мы максимизируем внутри вот этой самооперационной. системы искусственного мозга. Вот смотрите, мне очень близок этот подход, сразу скажу, мне он как-то понятие, но, видимо, благодаря образованию и диссертации. Я диссертацию в 2000 году писал про искусственные нейронные сети, когда никто знать не знал, что из этого получится. Смотрите, вот есть вот тот подход, который мы сейчас обсуждаем, там как бы такая базовая предпосылка, что и мышление, и сознание это некие результаты работы нейронов. Вот есть нейрон как вычислитель и эпифеномен это там сознание, мышление, логический вывод и так далее. Но есть ведь другая точка зрения, есть, например, аналитический идеализм, такое направление, которое говорит о том, что не материя первична, а первична как раз, ну, например, сознание или интеллект, и что вот он сам по себе уже все остальное порождает. Вот что на эту тему думаете? Ну, это, ну, если не понимать это, это уже совсем примитивно, как селепсизм, да, что вижу, как бы, то и пою, но тогда надо просто все равно объяснить, откуда оно берется, это сознание. Дело в том, что пока мы не ответим на эти главные вопросы философии, кто мы, откуда пришли, куда идем, да, мы, значит, ничего не объяснили. Значит, материалистическая точка зрения, она, по крайней мере, объясняет, откуда берется само сознание, как оно устроено и почему оно появилось в ходе эволюции, почему оно развивалось, в силу каких причин, вот, и почему мы живем действительно в идеальном мире, в этом смысле, как бы, мы стихийные материалисты, но просто потому, что вот та модель мира, в которой мы живем, то, что мы осознаем, как мир, он настолько реален и настолько хорошо, настолько самосогласован, и я знаю, что если я протяну руку, то я, ну, сейчас вот у меня мышка лежит, а то я схвачу эту мышку, да, я ни секунды не сомневаюсь, что это реальная мышка, хотя все, что мой мозг имеет, это просто то, что мои раздражения, нейронов, возбуждения нейронов зрительной коре, сильно коррелируют с раздражением, с раздражением нейронов сенсорной коре, и вот эти вот эти типы возбуждений, которые соответствуют то, что я вижу мышку, и то, что я ее там ощущу в руке, они совпадут с высокой долей, ну, со стопроцентной для меня долей вероятности, да, вот такая самосогласованная модель, она заставляет нас значит, верить, что есть реальный мир, который является собственно необходимым условием того, чтобы вот эти вот, вот эти вот, чтобы наша внутренняя модель самосогласованная, она была, не висела в воздухе, а что на самом деле она является некой изоморфной моделью некоторого, некоторой реальности, да, и эта реальность у всех у нас общая, а модели у всех у нас разные, но из-за вот этого изоморфизма мы друг друга отлично понимаем и живем как бы вот, как бы в едином мире, хотя, хотя, если мы отойдем от очевидных вещей, типа стол, стул, там, комната, и начнем говорить об абстрактных вещах, типа там, враг, друг, хороший, плохой, то тут сразу выяснится, что все миры у нас абсолютно разные, и мы живем абсолютно разных мирах. вот смотрите, вы сказали, что материализм, по крайней мере, объясняет, да, что там мышление это результат действия нейронов, такая гипотеза, но с другой стороны вы точно знаете, да, что есть там так называемая сложная проблема сознания, да, суть которой в том, что каким-то образом возникает феномен переживания определенного опыта, да, мы переживаем запах кофе, мы переживаем какое-то ощущение от красного цвета, там, восхищение от заката или рассвета и так далее, и вот этот вот вечный вопрос, ну, который так иногда говорят, как мясо оживает, да, то есть как получается так, что из, ну, чисто физиологической системы возникают все вот эти феномены, ну, насколько я знаю, пока никто-то, в общем-то, не объяснил, да, и там вот есть как бы такой прям разрыв, да, вот, как нейроны работают, более-менее понимаем, а где вот этот вот перескок в осознанность, да, в сознательного агента, ну, в общем, не знает, вроде бы как не знает никто. Мы же только что сказали, что у интеллектуального агента модель мира должна возникать с необходимостью, это, вот с этой точки зрения, это простое, то есть это как бы то, что сознание должно быть у мыслящего существа, это вытекает просто как бы математически из теоремы, и то, что состояние этого сознания, это именно отражает состояние мира, но это внутреннее состояние мира, да, оно вот как математики говорят безоморфно, и как в этой теореме Конанда доказывается, и мы, собственно, что такое модель мира, это есть наше внутреннее ощущение, это есть наше ощущение мира, и в этом смысле все вот эти квалии, все эти там, они просто, это есть переменные этой модели, без них просто нельзя, для этого сенсоры существуют, чтобы мы осознавали мир, если бы можно было управлять не осознавая, значит, не измеряя мир тем или иным способом, то этих квалий бы не существовало, они существуют с необходимостью, мы их должны переживать как-то, и мы их как-то переживаем, просто трудная возможность состоит в том, что мы не можем влезть в чужую голову, мы всегда ограничены своей собственной моделью, я не могу представить, что такое быть летучая мышь, ну не могу, просто у меня нету соответствующих. Пока нет соответствующих нейроинтерфейсов. Да, вот, но дальше возникает, собственно, как только эта теорема была доказана, существование сознания вытекает математически, да, то есть, но дальше эта теорема неконструктивная, да, она говорит, такое должно быть, а как оно возникает, это и есть, собственно, практическая задача, ну, почти что инженерная, можно сказать, да, для искусственного интеллекта, но как только мы создадим, ну, мы сейчас, как бы, вот у нас есть действующая модель, отдам, и у нас есть там переменные, мы можем залезть, мы можем залезть на любой слой, мы видим, как он, как он мыслит, мы можем туда поставить, так сказать, такие же электроны, электроды, которые мы суем, ну, можем поместить в человеческий мозг, но там мы неизвестно, что меряем, поскольку мы не знаем, как в мозгу устроено кодирование, а там мы знаем, мы знаем, какие переменные вот составляет эта модель, какие переменные в данный момент активны, значит, о чем он сейчас думает, содержание этого мышления, решение, которое он принимает на каждом уровне, мы можем, ну, как говорят программисты, дебажить, да, то есть отлаживать, да, то есть мы можем проследить, в этом, кстати, отличие вот нашей модели, она нейросимвольная от чисто символьной, от чисто нейронных сетей, там, где, в общем, надо очень сильно постараться, чтобы, ну, понять, как, как происходят там те или иные, что происходит внутри, то есть это, ну, у нас, поскольку мы пользуемся более высокоуровневыми, более высокоуровневые модели мышления, чем нейросети, у нас отдельные мысли, поскольку они дискретные, и в каждый момент из всего, всего множества дискретных состояний, каждый раз, вот искусственный мозг переходит в некоторое дискретное состояние, мы знаем, как он перешел, откуда он перешел, по какому правилу он перешел, ну, то есть, мы знаем, как подкручивать эти правила, то есть, ну, они сами возникают, эти правила, они вероятностные, да, но мы можем менять свойства психики, ну, меняя, так сказать, внутреннюю, там, ну, температуру, скажем, как это в вероятностных моделях такая искусственная температура, мы можем степень степень креативности мозга, да, менять и смотреть, как это повлияет на, то есть, мы в этом смысле действительно такое искусственная психика, и мы как такие становимся немножко психиатрами, психологами, потому что мы действительно конструируем вот это вот сознание фактическое искусственное, мы, в этом смысле у нас программа очень напоминает то, о чем говорит вот академик Анохин Константин Владимирович, да, когнитом, да, вот у него основная мысль что, что ну, субстрат мозга, это вот как бы нейроны, да, но, собственно, сознание, оно, его надо описывать не в терминах отдельных нейронов, а вот в терминах неких когнитивных групп этих нейронов, он называет этакогом, а они дискретные, они друг с другом связаны, они устроены иерархично, вот у нас ровно так устроена наша модель, это есть дискретные модели, дискретные, то есть, это символьные модели, и мы могли бы назвать там их когами, но просто мы там исторически у нас другие названия, но это неважно, но именно сознание конструируется нами, поэтому мы просто знаем, как оно устроено, и мы гораздо лучше сможем понимать искусственное мышление, изменение, сейчас оно просто примитивно, но в том смысле, что те мощности, на которых мы работаем, это там обычный сервер, у нас нету каких-то ферм больших, или там даже дата-центров, но поняв основы, мы, конечно же, сможем это масштабировать, но как бы он ни был велик, тем не менее, у нас остается возможность проследить, что там внутри происходит, с гораздо большей точностью, чем случай нейронных систем, скажем так. То есть, как там, в отличие от человека, робот с искусственным интеллектом в какой-то момент сможет предоставить весь свой исходный код, и можно будет отследить вообще, как он, например, к такому-то выводу пришел, что с человеком сделать сложно. Да, но еще важно в каком виде, потому что нейросети тоже представляет свой исходный код. То есть, вот она нейросеть, вот она, вот вам 175 или 540 миллиардов весов, делайте с нами все, что хотите, с весами, я имею в виду, вы ничего не поймете. Вы знаете, по какому закону они обучались, в этом смысле вы понимаете законы обучения, но результат этого обучения вы не можете анализировать, потому что формат представления данных такой, который нам непонятен. да, а если мы представим его в символной форме, в виде вот иерархии языков, то это формат гораздо более читаемый, человекочитаемый, и, соответственно, гораздо более понимаемый, и, ну, более удобный, естественно, в разработке и потом в общении, так сказать, с искусственным интеллектом. вот такой вопрос. Мы где-то, по-моему, еще в мае, мае 2023 года, в таких темах вам важно указывать год, на основе чаджа 5.4 сделали в начале одного и наставника, мне интересна философия стоицизма, мы взяли, сделали такого мудреца стоика, назвали его Луцилием, вот он на 10 тысяч вопросов уже ответил, несколько дней назад запустили такого же по буддизму назвали Анандой, вот, и это потрясает на самом деле, да, потому что, ну, да, он там ошибается, он иногда галлюцинирует, особенно в цитатах, вот, но в целом возникает же полная иллюзия общения с, ну, как бы, с мыслящим существом, да, и, ну, этот знаменитый тест Тьюринга проходится просто мгновенно, я посмотрю, как люди задают вопросы, они явно видят в этой сущности личность. Вопрос следующий, да, вот я когда сам писал промпт, да, для того же самого Луцилия, там же ты прям пишешь, да, веди себя так-то, отвечай так-то, там у тебя такие-то там черты характера, ну, да, и у меня возникла такая, может быть, крамольная гипотеза, а вот человек не является ли тоже каким-то промптом, да, к какой-то глобальной, там, не знаю, системе, да, как будто бы, да, вот есть условно там глобальная там насфера или еще что-то, да, и вот условный какой-нибудь там админ или программист взял и написал промпт, может быть, очень сложный, да, и вот получился, например, Сергей, да, вот у него какие-то характеристики, вот, что думаете по поводу такой аналогии? Ну, мне кажется, что вот это вот промпт-инжиниринг, вообще подход со стороны промпта, да, это в общем очень такой новый взгляд и он многое освещает относительно мышления, поскольку он заставляет, ведь что происходит вот в этой в громадной, ну, в чате G5, да, сидит бесконечное, ну, громадное количество личностей, да, то есть, ну, в том смысле, личностей там, вернее, нету, там есть способов рассуждения в этой модели при великой множестве, поскольку вот она должна имитировать любые тексты из сети, да, любые, где-то это был какой-то разговор, где-то это было какое-то доказательство, где-то это было просто там код машинный, да, и она, чтобы этого достичь, она, и, собственно, все вот эти знания лежат в этой модели. Дальше промпт, он промпт, он выделяет из всего множества вот этого модели, только, возбуждая только ту часть модели, ну, как определенную часть модели, да, если промпт касается, ну, тоже, там, скажем, физики, да, то она, значит, вспоминает, так сказать, все те понятия, которые касались физики, и начинает говорить, как физик, да, а если ей сказать, что ты будешь психологом, да, да еще детским психологом, то она начинает говорить, как детский психолог, и рассказывать какие-нибудь детские сказки, или еще что-то, вот, в этом смысле у, ну, психологам давно известно явление прайминга, то есть, это, когда можно заставить психику отвечать каким-то, ну, то есть, преднастраивать ответ психике, даже, даже, как бы, незаметным для психики образом, то есть, на подсознательном уровне, и было, было такое развитие этих идей в виде нейролингвистического программирования, где человеком манипулировали, подводя его к определенным мыслям, за счет вот таких, фактически, промптов, да, фактически, вот сейчас, это такая рекомендация NLP, нейролингвистического программирования, в области NLP, Natural Language Processing, вот, и, но это помогает нам понять мышление, как то, что мозг сам себя, то есть, он итерационное взаимодействие, взаимодействие, путем внутреннего разговора, каждая фраза этого внутреннего разговора является промптом, которая порождает следующую, следующую фразу, и мы в некотором смысле, вот, почему я сказал, что лингвистические модели, вот, большие, это есть такая, такая, одна из функций психики, да, вот, если их замкнуть там, если их сделать частью системы, которая сама решает, ну, которая обладает свободой воли, то вот этот вот внутренний разговор, это, он будет организован автоматически, собственно, сейчас уже так и делают, сейчас уже замыкают, значит, входы, входы, входы и выходы, там, и там делают, там, последовательное рассуждение, да, скажем, там, объяснение картинки, генерацию картинки, новое объяснение, вот эти вот петли обратной связи, мы приближаемся и очень быстро приближаемся к тому, чтобы вот отдельно стоящая большая лингвистическая модель, она превратилась действительно уже в полноценную психику. Причем в психику универсальную, да, из которой, условно говоря, можно, ну, сейчас в кавычках скажу, достать любую личность. Да, да, ну, и, соответственно, возникает тогда, вот эта универсальность, это же, это и есть опасность, да, потому что там можно достать такую личность, что не обрадуешься, вот, и поэтому вот, отсюда вот возникли вся вот, заминка же была, ведь GPT-1, 2 и 3 были разделены каждое годом, а вот до 4 прошло 3 года. Заминка была связана именно с тем, что из просто лингвистической модели, это просто говорилка, да, а вот чат GPT, это уже поведенческое, то есть это есть, ну, это уже поведение, разговорное поведение, да, то есть это поведенческая модель, и поэтому там вот reinforcement learning присутствовал, и вот, вот эта вот стадия обучения, что такое хорошо, а что такое плохо, да, для модели, она вот заняла существенное время, я думаю, что и деньги, недаром они там эти миллиарды от Microsoft привлекли, вот, но и результат получился, конечно, просто потрясающий, то есть когда появился в конце 22-го года, там в ноябре, по-моему, чат GPT, ну, еще 3,5, но это был такой скачок по отношению к GPT-3, что в общем, но GPT-4 потом, как бы, оно еще усилило это впечатление, но в общем-то, вот основной скачок был именно там, то есть когда появилось вот это обучение с подкреплением, обучение человеческим ценностям, вот, вот, потому что действительно язык универсален, на языке можно сказать все что угодно, можно там убить человека, да, сказав что-то в нужный момент, в ненужный момент, значит, вот что можно говорить, что нельзя говорить, когда надо промолчать, когда надо что, это поведение, да, это уже существенная вещь, которая для того, чтобы вписать все вот эти вот новые искусственные интеллекты в человеческое общество, необходима вот эта стадия воспитания, фактически, стадия воспитания машин, и я думаю, что это будет основная наука вот на ближайшие там сколько-то десятилетий. Ну, собственно, этика начала появляться, да, ну, так уж, как, да, это то же самое, да. Ну, так же, когда в человечестве жили маленькими племенами там по 60-80 персон, да, все могло регулироваться просто на уровне, там, я тебя вижу, я тебя наказал или поощряю, ну, потому что маленькое сообщество, да, как только сообщества стали большими, понадобилась выгружаемая вовне система правил, масштабируемая система правил, которую, собственно, и назвали этикой. Да, да. Да, видимо... Антропик, это вот недавно часть команды из OpenAI организовала стартап Антропик, где у них то, что называется Constitutional AI, то есть они вот эту этику в виде конституции такой психической формулируют, и это оказывается очень даже... То есть именно выгружает этику, то есть это вот это и есть научная этика, и мы можем проверять экспериментально вот те или иные правила этики, то есть это действительно начинается наука, ну, как я и говорил, экспериментальная философия, если этику считать там частью философии. Слушайте, как там, бальзам на душу, потому что я очень интересуюсь философией, но я не академический философ, и у меня очень инженерные мозги, и мне всегда тоже казалось, что хорошая прикладная философия, это в принципе экспериментальная история, и понимать ее проще всего, и точнее правильнее всего, как раз через призму информатики, когнитивных наук и так далее, то есть делать из нее, ну, операционную систему, потому что какая-то философия, любая философия, ну, с моей точки зрения, условно, это определенная операционка, которую ты как бы в себя загружаешь, или в тебя загружают, и потом ты как-то вот там дальше живешь, и загружается она лингвистически в основном, то есть в виде текстов. Да, сейчас мы перейдем уже к роботам и, собственно, вот всей этой теме, но все-таки не могу не сходить в тему, про которую много пишет Стивен Вольфрам, да, что вот эти вот регуляторы или вычислители это не только свойства психики, а что возможно и, ну, условно, вся Вселенная также работает. У нас чуть меньше года назад был потрясающий подкаст с Виталием Ванчуриным, человек, который говорит, что вообще вся Вселенная это может быть описано, да, как искусственная нейронная сеть, при том, что еще там древние греки, да, говорили о том, что число правят миром и кажется, что это примерно куда-то туда же, да, ну, может быть, в чуть более поэтической, в поэтическом таком понимании. С вашей точки зрения, да, мир-то как устроен? Вот так? То есть это что, это набор вычислений? Ну, я просто с большим уважением отношусь к предприятию прежде всего Альфрама, но у Виталия Ванчурина, я читал его работы, да, это ну, схожий подход, то есть схожий-схожий, да, наиболее мелкомасштабные, значит, структуры, которые потом путем усреднения приводят к известным уравнениям физики. Вот, но то, что рассказывает Вальфрам, ну, меня просто потрясает, мне кажется, что это новая физика, мне просто не хватает времени, но вот погрузиться туда, все мечтаю, что все-таки это время когда-нибудь появится, и я пойму, как устроено, вот, но пока я, пока я, как бы слушаю просто все его подкасты и пытаюсь впитать то, что он говорит, значит, словами, хотя, конечно, это надо смотреть формулами, вот, но мне кажется, что, что, вот, да, такой подход просто, наверное, это вот новая революция физики, мы посмотрим, конечно, но вот для меня это выглядит как так, как новая физика, где действительно, если на физику смотреть, как на вычисления, то, ну, оказывается, можно вывести отсюда, там, ну, по словам Вольфрама, практически все, что мы сейчас знаем о физике. Сергей, а сможете пересказать для наших просто слушателей какие-то основные идеи Вольфрама, потому что, ну, я думаю, что не все с ними знакомы, да, хотя, с моей точки зрения, это тоже какая-то такая глыба, да, знать принципиально иного подхода к как бы осмыслению мира, вот. Это, дискретная математика, возведенная там в бесконечность, то есть у него все дискретно, да, вот у него пространство дискретно, и все события, которые происходят в дискретном пространстве, они подчиняются, ну, это как громадный клеточный автомат, но интерес, как бы, это было бы там неинтересно, потому что, ну, клеточный автомат, ну, что такое, это простое правило, если вот есть соседние, соседние, значит, точки пространства, то, как, я смотрю, каждая точка смотрит на соседей и переходит в состояние в зависимости от своих соседей, и это есть элементарный акт, ну, фактически, это такое элементарное вычисление, и дальше в каждой точке дискретного пространства происходят такие элементарные вычисления, вот, но дальше можно сказать, что, ну, хорошо, там, ну, ты изобрел там одни правила, а я изобрету другие правила, но он утверждает другое, что он говорит, нет, а мы представим, что любые правила, все возможные правила реализуются, и это есть, как раз отсюда возникает фактически квантовая механика со всеми вот этими параллельными мирами, то есть, оказывается, что можно, что, вот, это называется рулиат, это все, рул, это правило, а рулиат, это все возможные правила, вот, что не надо выбирать какое-то определенное правило, что все множество возможных правил, оно может реализовываться в этом мире, и мы тогда будем наблюдать этот мир так, как мы его наблюдаем, то есть, это такой, ну, как по тематике говорят, точка общего положения, это вам не надо ничего из головы выдумывать, вы берете все, что возможно, но так же, как в Байсовском подходе говорится, что вот у нас могут реализоваться все гипотезы, да, то есть, мы не говорим, что вот какая-то гипотеза верна, она верна с какой-то вероятностью, а реализация это есть сумма вероятности всех-всех гипотез, ну, или в квантном механике это любое состояние, это сумма всех возможных интегралов по траектории, ну, то есть, всех возможных реализации этого состояния с какой-то вероятностью, и вот здесь вот такой же подход, вот, и в итоге он приходит действительно там и к квантовой механике, и к релятивизмам, и, в общем, время измеряется, собственно, количеством операций, ничего здесь, значит, исчезает, какая-то таинственность во времени. Ну, то есть, вот такой дискретная математика, взгляд на мир с точки зрения дискретной математики, который оказался очень плодотворным и фактически объясняет физику. И у него совсем недавно, если не ошибаюсь, вышла еще какая-то новая и публикация, и, по-моему, серия интервью, где он говорит о том, что вот эти большие инвестические модели, они как-то абсолютно по-своему расшифровали структуру языка, так как, возможно, мы даже и не думали, и, возможно, расшифровали глубже, чем мы понимаем. Да, и там вот прям большой-большой заход у него еще вот в эту тему сейчас. Да, ну, вот книжку я не читал еще, интервью слышал, да, да. Потому что он, поскольку они… Но он же сам разрабатывал некий язык, вот, и делал такую систему знаний фактически в Альфрам-Альфа поисковик, где можно… Где все такие измеряемые числами, там, ну, статистические данные по всему миру, там все вот это вот туда, все, что мы численно знаем о мире. И пробовал туда… Общение там было на некотором очень высокоуровневом языке, который, ну, близок к человеческому, вот. Но как только появились большие человеческие модели, то стало, возможно, объединить вот этот вот уже, значит, кладезь человеческих знаний, уже формализованных, с вот этим интерфейсом. Естественно, он этим увлекся. Ему предоставили опана и там все возможности это изучать. И, да, он этим сильно увлекся. Я вот еще давно уже хожу с некой такой идеей, может быть, частично утопической, что такое университет будущего, да, или там институт будущего. И мне почему-то кажется, что это будет некое не столько вот как бы заведение, то есть не столько там здание, преподаватель, да, что это, возможно, будет некая платформа, да, на которой доля биологических преподавателей, или как там иногда, знаете, шутят, кожаных мешков, да, будет существенно меньше доли наставников реализованных в форме искусственного интеллекта. То есть я условно поступаю куда-то, и меня философией учит и философ, химия, и химик, ну и так далее. Причем эта сущность, она еще про меня все знает, она подстраивает под меня контент. Ну и, в общем, это как бы такой институт даже, наверное, не 2-0, а там 3-0, да, вот. Что, думаете, будет когда-нибудь так? Я даже знаю уже прототип, который успешно работает. Это школа системного мышления Левенчука. Да, у них там есть аэссистент, искусственный интеллект, который на всех их материалах обученный, предобученный, которым можно все спрашивать, который участвует в педагогическом процессе. Вот, то есть, ну вот это вот прямо как горячий пирожок, да, это все развивается. И, конечно, это про против будущего, да. С Левенчуком, кстати, у нас есть потрясающий тоже подкаст. Он, конечно, вот, ну, если я сейчас к зрителям обращаюсь, да, если не смотрели, обязательно найдите, потому что мы там с ним тоже много тем обсуждаем. И там, что такое человек в нынешнем мире, да, что такое экзокортекс, что такое, возможно, киборги, ну и так далее. В общем, посмотрите, там тоже такой очень похожий на наш сегодняшний разговор, ну, потому что Левенчук – это тоже такой носитель системного инженерного мышления. Я вообще рекомендую прочитать все его книги, ну, особенно последняя, прямо она вот про… это некий такой, ну, введение во все их курсы, такое высокоуровневое. И у него еще… он еще потрясающе живой сам. Вот, вот, да, мы записали вот… ну, вот у нас это, по-моему, мы уже где-то к 60-му подкасту, вот у него самый сверкающий, ну, самый горящий взгляд, да, при том, что он, ну, самый инженерно настроенный мой собеседник из вообще всех. Да, 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 но он инженер, как бы, параэкселленс. Ну, как бы, да, да, хотя обычно инженеров как раз обвиняют в том, что это такие безэмоциональные, там, чурбаны, которые вот все сводят, там, к своим, там, этим алгоритмам, пикселям и всему прочему, а где ж поэзия, вот, обычно? Нет, ну, у него просто теория танца есть, как бы, но она инженерная, но она очень… ну, это развитие, в общем, идеи Принштейна про язык тела, и… ну, то есть это… нельзя называть это сухой телой. В общем, вот еще раз так порекомендую. Анатолий Левенчук, сейчас на память не вспомню, какой выпуск, ну, посмотрите у нас в «Антосфере». Мы сегодня много раз упомянули термин «свобода воли». На эту тему сломано, ну, я не знаю, сколько копий. Да, потому что, с одной стороны, ну, как бы, очень приятно ощущать, что у тебя она есть. Ну, и весь наш субъективный опыт говорит о том, что, ну, я, наверное, могу сейчас прямо там принять решение, помахать рукой, задать этот вопрос или там еще что-то сделать. Но, с другой стороны, есть масса исследований, начиная от совсем таких экстремальных, типа Сапольски, да, которые доказывают, что на самом деле все наши с вами решения, эмоции, поступки и так далее, так или иначе, предопределены частично внешней средой, частично, ну, какими-то внутренними нашими паттернами, и что на самом деле никакой свободы воли нет. Что думаете? Ну, просто, да, ну, конечно, предопределены, и, как бы, я не был бы физиком, да, если бы я считал, что законов природы нет, да. Закон природы есть, ну, и каждый следующий момент, он в той или иной степени предопределен, ну, как, предопределен закон природы. Другое дело, что мы не можем предсказывать, то есть предсказуемость и детерминизм – это разные вещи. Это вот в 80-х годах прошлого века была, так, революция физики, сложных систем, теория хаоса, когда выяснилось, что очень простые, в общем-то, там, уравнения из трех тел, там, задача трех тел, там, ну, или там, Лоренса, аттрактор, они детерминистичны, но они непредсказуемы. То есть у вас есть конечный горизонт, на который вы можете что-то предсказать, а дальше нету способа, значит, узнать будущее, кроме как прогнать, кроме как посмотреть результат вычисления. Вы не можете предсказать результат вычисления, не произведя само вычисление. И свобода воли – это есть, как бы, вот мы воспринимаем вычисления как исполнение некоторой программы. Да, мы уже, как бы, не боимся этих слов, что психика – это, знаешь, сознание – это и психика – это программа, да. Но мы же знаем, что мы вот, если мы написали программу, то она так и будет, значит, исполняться в соответствии с тем, что написано в этой программе. Но при этом никакие законы физики не будут нарушаться, потому что они будут, исполнение этой программы будет обеспечено на уровне электронов в тех транзисторах, на том железе, на котором она исполняется. Вот, и в этом смысле, как только, просто мы, когда говорим о программах, то это есть информационный объект, который от носителя, то есть мы отвлеклись от того, на каком железе исполняется эта программа. Информация, она не зависит от той материи, на которой она воплощена, то есть это есть некая абстракция, да, вот, и эта абстракция абстрагируется от чего? От подложки, ну, от субстрата. А субстрат при этом все равно подчиняется закону о физике. Но на уровне информации он превращается в информационные законы, то есть законы обработки информации. И мы, эти законы обработки информации, это есть те законы, которые записывают в нашей физике, в нашей психике. То есть мы, с нашей точки зрения, мы исполняем свою программу, которая вот разумным образом вытекает из моих ценностей. Я в каждый момент выбираю действия, которые максимально максимизируют там наиболее ценные с моей точки зрения. Но одновременно это обеспечивается, то есть на самом деле для меня это выглядит как принятие решений, с точки зрения законов физики, это выглядит как исполнение этих законов. То есть и там, и там есть детерминизм. Я воспринимаю этот детерминизм естественным образом. Я же не случайным образом принимаю решения, не как там Бог на душу положит. Иногда мне кажется, что я не могу выбрать решение, и в общем я долго мучаюсь, но долгое мучение это есть не что иное, как просто некое завихрение фазовых траекторий, где мы не знаем, куда вырулим, налево или направо. Но по законам мы просто не можем предсказать. То есть детерминизм есть, никаких законов физики мы не нарушаем, но этот детерминизм не противоречит законам тому, что исполняем программы, это есть моя программа, которую я воспринимаю как свою, которая есть результат моего жизненного пути, вот те ценности, которые я накопил, я их использую, максимизирую, выбираю, использую при выборе действий, но это на информационном языке я описываю так, на языке физики, там физик будет описывать все то же самое на языке каких-то электронов, которые будут бегать по своим траекториям, но они ничего не будут знать о моих ценностях, то есть в этом смысле они не будут обладать никакой объясняющей способности, то есть в этом стоит отсутствие редукционизма, то есть мы не можем редуцировать социальное в физику, потому что тогда просто мы потеряем всю объяснительную ценность, мы всегда хотим оставаться на том, уровне моделирования и рассуждения, где мы можем что-то предсказывать и что-то объяснять. Физика электронов ничего не объяснит вам в моем поведении, хотя эти электроны, естественно, никуда не деваются в моем мозгу и подчиняясь своими законам, и законам реализуют, тем не менее, мою программу, которую я воспринимаю как свою. свобода воли это внутреннее ощущение законов природы, которые мы ощущаем как свои собственные. вот, кажется, у Стивена Вольфрама есть вот это понятие математическая неприводимость, поправьте, если я правильно сказал, да, да, и он, по-моему, его как раз на примере числа Пи объясняет, и говорит, вот смотрите, да, там есть бесконечное количество знаков после запятой в числе Пи, есть четкая формула, по которой мы рассчитываем, да, но мы не можем посчитать там 101 число, не посчитав в начале сотая, да, там 123, не посчитав в начале все первые 122, и... Знание 122 не дает нам возможность предсказать там 2010-е. Сразу, сразу предсказать, да? да, то есть нам надо все-все-все предсказать. Да, и вот, конечно, когда... Но при этом они абсолютно жестко заданы формулой. Да. Да, и я, когда такое слышу, мне все время кажется, что вот человеческая жизнь, возможно, из себя что-то подобное представляет, да, то есть мы-то идем как бы от дня ко дню, да, и вряд ли можем заглянуть там хотя бы чуть-чуть в будущее объективно, но, возможно, тоже есть какая-то формула, да, которая всем на самом деле управляет. Ну, конечно, да. То есть понятно, что будущее предопределено, просто оно не предсказуемо. А вот это не противоречие? Потому что, когда такое говоришь обычному человеку, он говорит, как это? Если оно предопределено, значит предсказуемо. Нет. Или, возможно, мы просто не знаем все факторы. Мы не знаем все факторы, в этом и дело, да. Просто мы никогда не узнаем, с какой бы точности мы их не знали, всегда есть некий горизонт предсказуемости, а дальше непредсказуемость. А, Сергей, что такое судьба? Вообще она есть? Вопрос инженеру. Если все предопределено, то вот она и вам судьба. Давайте все-таки немножко, мне кажется, сегодня все высокоуровневые вопросы, какие только можно, уже задели. Поговорим все-таки про будущее искусственного интеллекта, про будущее роботов. Как вы думаете, через, не знаю, 5, 10, 15 лет, что мы получим? Очевидно, что мы получим некое общество, синтетическое общество, в котором есть и кожаные мешки, нравится мне это выражение, биологические носители интеллекта и небиологические носители интеллекта. Очевидно, будет какая-то такая среда, в которой все это будет существовать. Как вы себе это видите при хорошем каком-то позитивном сценарии? Я вижу себя, как вот наш мир представляет из себя современный, я имею в виду, человеческая цивилизация, это сообщество индивидов, сообщество, которые совместно организуют свою жизнь, экономику как материальную жизнь, и не только материальные блага. И чем больше людей, тем качество нашей жизни определяется возможностью разделения труда. Чем больше людей, чем больше степень разделения труда, тем более эффективна экономика. И количество знаний, оно из-за вот этого разделения труда, оно традиционно росло быстрее, чем количество людей. И поэтому мы живем все лучше и лучше. По крайней мере, после примерно 1800 года. До этого просто скорость роста народонаселения превышала, скорость прироста знаний. после примерно этого года скорость прироста знаний стала больше, чем максимальная скорость роста населения. Там около 2% в год могут обеспечить репродуктивные возможности человека. Как только экономика стала расти больше 2% в год, то ВВП на душу населения стало расти. До этого просто росло население. ВВП на душу населения стало расти, и мы живем все лучше и лучше, и каждое следующее поколение живло все лучше и лучше. Если поколение это где-то 20 лет, то это уже 10 поколений привыкли жить все лучше и лучше. Но несущая способность Земли сейчас уже такова, что сегодняшний наш уклад не позволяет нам иметь больше 10 миллиардов людей на Земле. Просто мы не умеем утилизировать все свои отходы, не умеем прокормить. Мы так вытеснили громадное то есть идет фактически вымирание какое-то шестое или какое-то по счету великое вымирание, потому что каждый день там исчезают какие-то виды животных и в общем для Земли это катастрофа и судя по всему человечество не собирается в общем-то размножаться по экспоненте, а скорость роста населения примерно с 2000 года начинает замедляться. И ну вот по всяким моделям демократов выйдет на плату где-то вот ну вот это в этом веке. А как только количество людей перестает увеличиваться, то мы сходим вот с этой траектории, когда у нас степень разделения труда росло и соответственно росло ВВП на душу населения, то есть люди жили все лучше и лучше. И перед нами в общем-то стоит дилемма, либо мы перестаем жить все лучше и лучше, и наши дети будут жить ну на самом деле хуже, чем мы, потому что мы уже залезли в будущее, вот вся эта вот навес долгов и пенсионная система, она вся исходила из предположения вот об этом постоянном увеличении продуктивности. Как только продуктивность, если она перестанет возрастать, то наши дети будут жить хуже, чем мы, а их дети еще хуже, чем мы, потому что мы существенно залезли в будущее. И вот, и тогда ну соответственно с необходимостью населения конечно будет падать, потому что люди просто не могут себя, почему в городах люди не размножаются, да, только за счет приезда, потому что ну не могут позволить себе лишнего ребенка, потому что каждый лишний ребенок это ну лишняя квартира, там ну как бы ее надо заработать, просто мы не можем позволить, то есть каждый следующий ребенок это существенное снижение качества в семье вот в современном обществе, как при том состоянии, которое мы сейчас имеем. Вот, поэтому население перестает расти, если этот процесс будет продолжаться вот так, как я говорил, то оно будет все падать и падать, количество знания будет опять же падать, и произойдет такая деградация, в общем-то, возврат к какому-то такому, ну, более-менее, там, ну, скажем, более архаичному какому-то образу жизни, когда, ну, который будет, может быть, ближе к природе, но дальше от, ну, но с существенно меньшим количеством знаний, но это у Азика Азимова описывалось, значит, вот в его фонде, там, или там, когда жрецы обслуживали атомные станции, поскольку уже знаний об атомной физике не оставалось, мы просто знали некоторые процедуры, которые надо проводить с этими сложными техническими объектами, вот, это одна траектория, а другая траектория, это все-таки продолжить эволюцию знаний, но для этого нам надо существенно больше личностей без нагрузки на экологию, то есть информации больше, а энергии меньше, и это есть искусственные личности, то есть мы приходим просто к необходимости искусственного интеллекта, который, где народонаселение продолжает расти, но без нагрузки на экологию, то есть в основном это искусственные личности, которые агенты компьютерные, ну, часть из них выходит в мир в виде роботов и заменяет людей, опять же, это тоже более выгодно, потому что человек, ну, если человек рассматривает как биологического робота, то он не очень эффективен, потому что он использует еду, которая появляется на земле, ну, то есть там половина земли это значит это использование в сельхозуде угодит, половина площади вообще всей, вот, почему, ну, потому что мы внутреннюю, мы энергию берем из еды, а еда очень, это очень неэффективное преобразование энергии, потому что в принципе сам по себе фотосинтез это там двухфотонный процесс с низким КПД, соответственно нам надо много площади, а роботы, если они берут энергию из розетки, там КПД может быть очень высокий, и в общем то есть можно более эффективно использовать энергию в виде роботов, с помощью роботов, то есть я к чему, что можно не увеличивая нагрузку на биосферу, увеличивать количество знаний за счет увеличения количества искусственных личностей, за счет усложнения общества, то есть это общество будет конечно гораздо более сложным, чем то, что мы имеем сегодня за счет искусственных личностей разного очень калибра, то есть от очень простеньких искусственных личностей, которые выполняют очень простенькую работу, до сверхчеловеческих интеллектов, которые выполняют сверхчеловеческую работу, управление корпорацией, направление, возможно, государственным. И это все, конечно, потребует усложнения, общество потребует существенно просто взрыва в знаниях гуманитарных наук. То есть фактически так же, как произошла революция в физических науках в 17 веке, то в 21 веке должна произойти революция. Собственно, искусственный интеллект – это и есть начало этой революции, такая ключевая точка в понимании того, что есть мышление. Но нынешний искусственный интеллект – это все про индивидуальное мышление. И даже все сценарии, которые я вижу, там вот сейчас люди озаботились, что искусственный интеллект возьмет там все в свои руки, поработит. Это есть какая-то такая вот сверхмозг, который начинает порабощать человечество, потому что он может обмануть всех и так далее. убедить всех в чем угодно, найдя ключик каждому индивидуально, заставить все. Но это не реалистичный сценарий, потому что реалистичный сценарий – это все-таки сообщество агентов. И вот нам надо перевести фокус науки с индивидуального разума на коллективный разум, заодно разобравшись во всех конфликтах, которые есть в цивилизации сейчас, почему они возникают, каким образом, вернее, можно их разрешать. Найти способы, потому что если мы не найдем эти способы, то мы не сможем фактически организовать работу вот этого более сложного общества с большим количеством агентов, которые мыслят быстрее нас и мощнее нас. Соответственно, их должны регулировать некоторые правила, которые они все вместе приняли, то есть правила коллективного мышления, те самые конституции. Цифровые, которые нам надо научиться конструировать, поняв какие-то законы общественного разума. И я думаю, что вот здесь вот это и есть суть новой научной революции. И она, как мы видим, просто неизбежна, потому что либо цивилизация идет по пути деградации, куда ее действительно сейчас тащат многие организации и государства, которые не умеют вписаться в будущее и считают, что они уже потеряли свой шанс, и тогда они хотели бы, чтобы вся цивилизация упростилась до их уровня. Либо мы все-таки поднимаемся на следующий уровень знаний, пониманий, регулирования социальной среды. Ну вот в некотором смысле это созвучна идея Маркса, который о разумном, когда человек устраивает общество, но не стихийно, а все-таки по каким-то законам, которые он сам понимает, которые он понял, и в соответствии с этими законами организует вот эту общественную жизнь. Но нам просто предстоит эти законы пока еще понять. Искусственный интеллект, я думаю, уйдет от... Фокус его уйдет от индивидуального мышления, которое в ближайшие годы будет достигнут, скажем так, создана искусственная психика. А вот искусственное сообщество, как сделать безопасное сообщество интеллектов, чтобы максимизировать не индивидуальную выгоду каждого человека, а вот коллективную выгоду, чтобы максимизировать, вернее, все вот эти индивидуальные выгоды, гармонизировать, скажем так. Вот здесь вот будет такой вот нерв науки, по-моему. И даже вот недавно... Вот Карл Фриссон, один из таких ньютонов искусственного интеллекта, поскольку теория свободной энергии, она фактически это такая теория, которая связывает физическую, физику и психику. Вот. И сейчас он... Вот недавно была коллективная статья, где он среди авторов, и что они открывают некий институт научный, именно исследование коллективного разума. Еще раз напомните Карлу... Фристон. Карлу Фристон. Да, и у него, да, у него эта теория свободной энергии. Да, и свободная энергия, да, она фактически как бы выводит психику из физики. И, в общем, из нее можно вывести reinforcement learning, то есть он является частным случаем этой теории. И вот, а поскольку он является рабочей лошадкой искусственного интеллекта современного, то можно сказать, что вот Карл Фристон обосновывает науку об искусственном интеллекте из первых принципов. Вот то, что вы сейчас описали, очень напоминает идею, которую тоже, кстати, недавно у Йоши Баха вышел, идею гипергеи. Да, вот есть как бы концепция геи, ну, в честь греческой богини Земли, да, что там биосфера, аносфера, в общем, некое природное образование. А мы сейчас строим гипергею, то есть некую, не знаю, платформу пространства, которая будет существовать на планете, но в котором появляются новые типы мыслящих агентов, и, соответственно, возникает совершенно новый какой-то тип общества, к которому всё идёт. Как я понимаю, вы примерно про это сейчас говорили, то есть, что мы будем строить там гипергею, или как греки опять всё те же самые говорили, космополис, да, то есть сообщество разума. Да, нам надо обустроить всё-таки нашу Землю. Я думаю, что это важнее, чем рваться, обустраивать Марс. В общем, когда у нас наша родная планета как бы не прибрана и, в общем, готова там себя уничтожить в силу каких-то внутренних противоречий. Вот тебе надо разбираться. Вот здесь вот целая Вселенная. Тоже кто-то сказал, что на Марсе в любом случае хуже, чем даже в самом худшем месте на Земле. Ну, вот если так задуматься. У нас фиберне обжитая, где просто такая красота, что, в общем, дух захватывает, а она пустая. Сейчас уже будем двигаться к финалу, но всё-таки такой вот вопрос, он и свободы воли касается, и как раз вот интеллектуальных помощников, интеллектуальных агентов. Вот смотрите, как вы думаете, могла ли быть следующая ситуация? Ведь сейчас искусственные нейронные сети учатся на контенте, который берётся откуда-то. Ну, там обычно Reddit, какие-то другие источники. Ну, как там обычно говорят, она прочитала весь интернет. Что неправильно, но так как-то часто говорят. А вот ведь, наверное, можно было бы взять и учить искусственную нейронную сеть на опыте одного конкретного человека. Ну, то есть условно взять там какую-то персону, обвешать его миллионам датчиков, всё снимать, всё, что только можем через обычные интерфейсы, нейроинтерфейсы, плюс слушать его речь, плюс записывать видео. Ну, в общем, каждый из нас, да, это такой большой поставщик данных для обучения. И, возможно, в какой-то момент мы сможем создать такую искусственную нейронную сетку, которая будет, в принципе, эквивалентна человеку, конкретно этому человеку. Вот как вы думаете, возможно ли такое? Ещё раз, да. То есть идея не про то, чтобы выгрузить сознание куда-то, а идея в том, чтобы научить нейронную сетку, опыту человека, и тогда, ну, по идее, эта нейронная сеть должна воспроизвести его личность и даже, возможно, как-то предсказывать его же поведение. Вот что про это думаете? Ну, я думаю, что просто это столбовая дорога, и, собственно, вот только так и можно идти, потому что это и будет способ сосуществования вот этих разных типов агентов. То есть мы не можем ориентироваться в цифровом мире, который там, ну, цифровая вселенная, да, у нас просто не хватает возможностей, а наши вот эти… Но мы можем иметь представителей своих в этом мире, который может прочитать там, ну, пусть не весь интернет, но, скажем, там всё, что меня интересует, там про науках о мозге. И потом со мной разговаривать и вместе разрабатывать, ну, те теории, которые я хотел бы разработать. Ну, это вот применительно ко мне, но у каждого найдётся свои. Кто-то захочет стать миллиардером, соответственно, его альтер-эго узнает и прочтёт, значит, все способы, там, не знаю, там, работы на биржах или там, или ещё что-то, или ещё что-то, и совместно они будут идти в этом направлении. И так каждый, в общем-то, человек может, ну, это ангел-хранитель, да, там, в разных религиях, вот получить своего там ангела-хранителя, а может и нескольких там, если он, у него, если, ну, это как пойдёт, что называется, да, но, по крайней мере, по крайней мере, вот это явное, то, что называют в бизнесе рыночная ниша, она абсолютно очевидная. Вот это двойники, персональные агенты, которые являются нашими представителями, вот в этой цифровой вселенной, которые общаются от нашего мира с другими такими же агентами других людей, договариваясь между ними, там, заключая договора, там, или даже, в общем-то, и так, где-то зарабатывая, ну, работая нашими импрессарио, там, вот, ну, то есть вот это вот, это очевидный способ создать, там, ещё 10 миллиардов таких личностей, вот, ну, и, кроме того, для управления компаниями тоже, значит, понадобятся свои, значит, личности, там, и, то есть, их будет гораздо больше, чем 10 миллиардов. Ну, в общем, вот этот вот альтер-эго, это есть, это есть, вот, я думаю, такой очевидный способ развития агентов. Мы с Сергеем Цыпцыным недавно общались, у него очень хороший канал, Метаверсище и Ища, вот, и мы ведь можем, да, фактически в какой-то момент перейти к ситуации, что вот такого рода подкаст, да, записываем не мы с вами, то есть не два биологических, там, Сергея, да, а, ну, условно, два наших аватара, которым мы задали, там, какие-то вводные, они сгенерировали 3D-изображения, эти 3D-изображения, там, пообщались, и через некоторое время к нам вернулись и сказали, слушайте, подкаст готов, смотрите, мы там говорили 6 часов, вот вам, значит, такое резюме, сякое резюме, вот вам ещё, значит, мы книжку написали, на эту тему, продукт готов, да, всё это заняло сколько-то минут, да. Потом эту книжку прочитали ещё 10 тысяч таких же агентов, и это заняло несколько секунд. Ну да? Да, 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 и они выдали нам резюме из этой книжки любой степени, там, глубины и так далее. Вот отсюда, конечно, возникает масса очень интересных таких этических вопросов, например, что в такой ситуации будет означать быть человеком, да, если у тебя есть аватар, да, который в любой электронной коммуникации тебя, например, заменяет. Тогда что ты-то, да, вот что? Ну, что ж, то самое внутреннее ощущение у нас, конечно же, будет различное, то есть те самые квалии или как, что такое быть летучей мышью, да. Я также не смогу быть, понять, что такое быть агентом, как он не сможет понять, что такое быть человеком, но мы попытаемся это понять, взаимодействие с ним, всё время общаясь, и чем больше, тем лучше будем друг друга понимать. До конца, естественно, не сможем, но, с другой стороны, это наиболее реалистичный путь к личному бессмертию, ну, в том смысле, что не как физической личности, а как личности, которая, то есть это как способ выгрузить себя в сеть, потому что, ну, все мы смертные, а, в общем-то, агенты-то, они же бессмертные, то есть вот чем искусственный интеллект отличается от, естественно, что он цифровой, а цифровая техника, она бессмертная, её можно записать и воспроизвести без ошибок, и в этом смысле и психика у них будет совершенно другая, они не будут бояться смерти, потому что для них смерть – это так, это как бы, ну, бэкап всегда есть, но потеряю несколько дней максимум, если там погибну, ну вот, то есть цифровая жизнь, она жизнь бессмертных, вот, и способ перейти в эту жизнь есть только через создание вот такого аватара, чем он ближе будет ко мне, тем дольше будет вот этот слепок с меня, ну, как посмертная маска, да, но только это живая, и они будут, конечно, накапливаться в обществах и жить вместе с нами, когда ушли, скажем, наши близкие, или мы уйдём, а наши дети вполне смогут общаться с нашими аватарами, и, возможно, это будет интересно. Ну, тут сами понимаете, да, какой веер сразу, веер раскрывается, да, там, а что, если сделать нескольких аватаров, да, пойдут ли они по разным жизненным путям, да, надо ли обязательно, как бы, уничтожить исходник после того, как ты создал цифровую копию. Это, да, 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 это, ну, жестоко, зачем уничтожать, ну, если, ну, понятно, что там появятся некоторые ограничения на доступ к вычислениям, но везде есть, как бы, лимитирующий ресурс, да, сейчас у нас вот энергия лимитирующая ресурс, там все смотрят на цену на нефть, да, но будут вычисления лимитирующие ресурс, ну, как бы, вот будут все смотреть на, то есть, доступ к вычислительным облакам, это будет самый главный ресурс, и дальше человек будет, вот, ну, в смысле, вот, цифровые агенты будут, я думаю, как бы, и наказываются, награждаться именно доступом к цифровым ресурсам, некая валюта. То есть, сейчас, конечно, мы в красивую тему в финале зайдем, ну, то есть, условно, да, сейчас-то мы думаем, что интеллектуальный агент – это такой бесплатный сотрудник, да, вот сделали мы там нашего уцелия, он на 10 тысяч вопросов ответил, мы ему зарплату вообще не платим. Ну, GPT-то платите. Ну, GPT-платим, да, GPT-платим, нет, понятно, что расходы там есть, мы и GPT-платим, и там за хостинг платим, и админу платим, ну, то есть, это инвестиционная история. А то, что вы сейчас проговорили, что потенциальная зарплата такого субъекта, да, это может быть доступ к вычислительным мощностям. То есть, да, ты хорошо поработал, теперь ты отправляешься на более быстрые сервера. Да, да. А любые нарушения этики, они наказываются, соответственно, замедлением. И, ну, это нормальная такая саморегулирующая система. В общем, красивая нас ждет будущее. Сергей, спасибо огромное за, мне кажется, глубочайший разговор. Очень надеюсь, что мы его как-нибудь продолжим, может быть, даже еще третьим Левенчука позовем или еще кого-нибудь, потому что мне кажется, что тогда можно вообще просто космическую беседу сделать. Спасибо вам большое, что время нашли. Вам тоже, Сергей, очень спасибо, да. Беседы – это всегда парная работа. Хорошо, до свидания. Друзья, спасибо, что были с нами в этом выпуске подкаста «Наосфера» и до встречи в следующих выпусках. До свидания.